Любовь моя, цвет зелёный, зелёного ветра всплески, далёкий парусник в море, далёкий конь в перелеске. Кроме строки о море, эти слова Габриэля Лорки можно отнести и к территории заповедника Горький Ленинский. Места здесь и правда удивительные. Место такое святое. Здесь сегодня музей-усадьба 16-го вообще века. Поэтому здесь надо обязательно побывать любому человеку. Это будет интересно. Это действительно уникальное место. Однако интересы у всех разные. Например, вот этот молодой человек решил растопить мангал на территории заповедника, что является нарушением и наказывается по закону. За разведение костров штрафы с нашей стороны. На сегодняшний момент штраф за разведение огня составляет от полутора до трёх тысяч рублей. В этом случае мангал на открытой поляне, но он не окопан, а главное находится на заповедной территории. Добрый день, казачья народная дружина. Вы нарушаете общественный порядок разведением костров в общественном месте. Тушите костёр. Молодой человек повёл себя некрасиво. Теперь замечанием не отделается. 96.30. Ответьте казачьему патрулю. Здесь мангальщик возмущается. Нужен полицейский. Срочно. Осталось дождаться сотрудника полиции. До его прибытия нарушителя берут в кольцо. Тут уж не забалуешь. Да и бежать бесполезно. Всадник на открытой местности обязательно догонит. Здравствуйте. Старый сержант полиции Ленинского УД Суворов. За нарушение общественного порядка вы задержали составление административного протокола. Пройдёмте. Вот так закончился для юноши этот пикник. Для пресечения подобных и других инцидентов и ходит верховой казачий патруль в Ленинском районе. В состав конной дружины входит 5 верховых казаков, которые обеспечивают правопорядок на территории Ленинского муниципального района. Также обеспечивают правопорядок на территории лесополосы. И обеспечивают порядок на разных мероприятиях в городе. И также помогаем органам наркоконтроля в борьбе за вороты наркотиков. Наравне с казаками службы в патруле несут и кони. Их в станице более 20. Среди них есть и арабские скакуны. Однако в большинстве своём это лошади с кубани. Они казакам привычнее. Это в станице лошади смирные и ласковые. На службе 500-килограммовый конь сам по себе оружие. Верховые казаки царской армии могли разогнать толпу, просто врезавшись в неё на полном ходу. Наши станичники этого, конечно, никогда не сделают. Но закон нарушать всё равно не стоит. Илья Кремнёв, Владимир Бежурнов, Ольга Садовская. Видное ТВ.